РОССИЙСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ Одна из самых молодых в мире Основной закон страны принят в 1993 году Но история проектов государственного устройства Насчитывает не одно столетие Большинство из них написано в Санкт-Петербурге Дерзкие и конформистские Тайны из высочайшего одобрения Почти полтора века зрели они на берегах Невы Санкт-Петербурге Историю конституционных идей хранят в президентской библиотеке Центральное место в зале Конституции Занимает современный основной закон России Здесь же собраны тексты конституционных документов И поправки к ним А вот надорванные кондиции Анны Иоанновны Можно увидеть лишь в электронном виде Сейчас они хранятся в Российском государственном архиве В древних актов они склеены Порваны они сверху вниз наискось В кондициях или условиях, которые верховники предъявили Анне Иоанновне Содержался ряд ограничений для новой императрицы Обещаемся, что понеже целости благополучия Всякого государства от благих советов состоит Того ради мы ныне уже учрежденный Верховный Тайный Совет Восьми персонах всегда содержать И без онного Верховного Тайного Совета Согласия ни с кем войны не вчинять Миру не заключать Верных наших подданных Никакими новыми податми не отягощать У шляхетства живота и имение чести без суда не отымать Вот чины и деревни не жаловать В придворные чины Также не производить самостоятельно Государственные доходы в расход не употреблять Наличные нужды Ну, а буди чего по всему обещанию не исполню и не додержу То лишь и набуду короной российской Фактически этот суровый документ Означал ограничение власти самодержца В принципе, Анна, когда сориентировалась в ситуацию Поняла, что эта позиция отнюдь не Не дворянство российского А лишь небольшой группы Наиболее влиятельных аристократов Она прилюдно порвала данные кондиции Уже подписаны есть Первая попытка ограничения самодержавной власти в России Потерпела полная фиаско Отголоски кондиций зазвучали и при восшествии на престол Другой императрицы В 1762 году ближайший соратник Екатерины II Граф Никита Панин Вновь предложил учредить императорский совет Чтобы разделить бремя власти Одни в первую очередь говорят о том Что Панин пытался привить на русской почве Шведскую модель ограничения власти короля Где он был до этого в течение 12 лет посланником российским Вторая точка зрения говорит прямо противоположное О том, что проект Панина и императорский совет Ни в коем случае не подразумевал Он был создан не для ограничения власти А для укрепления власти Самодержавства российского Бронзовую Екатерину в Санкт-Петербурге окружают 9 ближайших соратников Панина среди них нет Фигура Никиты Ивановича, еще 5 ростовых скульптур и 23 бюста государственных деятелей По замыслу скульптора Михаила Микешина Должны были обрамлять монумент императрицы Осуществить замысел помешала русско-турецкая война Принять проект Никиты Панина Екатерина отказалась Более того, как и Анна Иоанновна Императрица разорвала уже подписанный ею документ Но Панин идею твердых законов и представительства во власти не оставил Он предпринял еще две конституционных попытки Текст одного из проектов, по имеющимся сведениям, был написан в соавторстве с Фанвизиным и не сохранился А третий вариант незадолго до кончины Панин продиктовал уже наследнику Екатерины Павлу В его бумагах, кстати, они и были найдены после убийства уже императора Павла Первого Были найдены, с ним была сделана копия И большинство исследователей считают, что с ними имел возможность знакомиться Михаил Спиранский И в последующем эти мысли и идеи используя в своей работе, уже в своей работе в 19 веке В 19 веке конституционное творчество стало модной темой Не осталась в стороне и Российская империя Автору конституционного проекта Михаилу Спиранскому, в отличие от предшественника Панина На другом памятнике Микешина место все же нашлось На тысячелетии России в Великом Новгороде Спиранского можно увидеть в группе «Государственные деятели» В число лучших Михаила Михайловича с личного одобрения Александра Второго Включили засвод законов Российской империи Эту масштабную юридическую работу Спиранский завершит в 1830 году Но еще за 20 лет до этого молодой помощник Александра Первого Чуть не стал автором Российской конституции Спиранский в своем проекте основных законов Он утверждал, что чуть ли не главным моментом является момент выбора осуществления реформ Момент, когда нужно решиться на реформы Мало разработать удачный конституционный проект Нужно еще его предложить в нужном месте и в нужное время Спиранский введение к уложению государственных законов предполагал активное представительство То есть участие народа в управлении государством В документе говорилось об учреждении Государственного совета и Государственной думы В принципе Александр Первый одобрил представленный ему план И в 1810 году план начал реализовываться поэтапно В 1810 году был создан госсовет И подразумевалось, что осенью того же года будет уже и избрана Государственная дума В 38 лет, в день своего рождения, статсекретарь, глава комиссии финляндских дел Михаил Спиранский становится государственным секретарем Главой госсовета, вторым человеком после императора Такой карьерный взлет и смелые реформы не могли не вызвать раздражения в придворных кругах И привели реформатора к опале В марте 1812 года Михаил Спиранский был отправлен в ссылку Многие исследователи считают, что если бы план Спиранского был реализован в 1810 году в полном объеме То, по сути дела, Россия стала бы конституционной монархией То есть практически за 95 лет до того момента, когда она... до 1936 года Интересно, что первым в России конституцию получило царство польское Оно стало частью империи по решению Венского конгресса После завершения наполеоновских войн В 1815 году русский самодержец Александр I даровал своим новым подданным Свободу печати и неприкосновенность личности Это признак империи, в общем-то Когда на разных территориях разные режимы Если большинство польских городов жило в режиме магдебургского права со средних веков А магдебургское право, оно в принципе, ну на уровне городов Оно зачатки вот этого конституционного строя закладывало То есть там были идеи и выборов, и разделения властей И определенные гарантии прав горожан и так далее То есть, конечно, лишиться этого всего в одночасье Ну, наверное, это было бы ударом Это была довольно прогрессивная конституция Основной закон царства польского предполагал разделение властей И широкое народное представительство Нормотворчеством занимался семь из двух палат Довольно любопытные, наверное, такие параллели с современностью Как депутатская неприкосновенность Статья 89 Конституции Польши, образца 1815 года Это говорит о том, что член Сейма, то есть депутат, не может быть взят под стражу, пока Сейм продолжается Не судим уголовным судом, иначе как согласие палаты, членом которого он состоит На открытии Сейма Александр I говорит, что желал бы распространить действия конституционной хартии царства польского по всей Российской империи Уже через три года один из разработчиков польской конституции, Николай Новосильцев, приступил к работе над уставной грамотой Вариантом 2.0 для всех жителей России Есть мнение, что это достаточно прорывный был проект Потому что зафиксированы были некоторые права, свободы граждан В частности, по тем временам достаточно смелые Свобода печати провозглашалась И независимость суда И возможность привлечения к ответственности только по суду Конституционный проект эпохи Александра I также предполагал создание двухпалатного парламента Сейм, это слово перекочевало в российскую уставную грамоту из польской хартии Мог наложить вето даже на закон, предлагаемый императором Его многие отговаривали от подобного рода решений Многие, кто считал, что для России, как для великого государства Удобным является только монархическое самовластное правление В противном случае эти земли начинают распадаться И их территории забирают себе соседние государства В 1820 году работа над конституционным проектом была прекращена Текст уставной грамоты опубликовали большим тиражом Через 11 лет после ее написания участники восстания в Польше Николай был, во-первых, в отличие от Александра I Он сторонник эволюционного, нереволюционного развития И в части этой грамоты он отметил, что из 190 прочитают, ничего не поймут А 10 в голову-то заберут Поэтому все печатные экземпляры грамоты были То, что удалось найти, изъяты и уничтожены Ну, кстати, в 1859 году уже была переиздана нашими доброходами Но в Париже, если не ошибаюсь, в полном объеме Следующие конституционные проекты относят к эпохе Александра II Он вошел в историю как царь-реформатор Еще бы! Отмена крепостного права Целый ряд масштабных преобразований От судов до земств Одним из проводников земской реформы был министр внутренних дел Петр Валуев В начале 60-х годов 19 века он направляет Александру II записку О внутреннем состоянии России Фактически, конституционный проект, предполагающий создание двухпалатного парламента Это был бы своеобразный фильтр законопроектов В котором обсуждались бы идеи В какой-то мере Оттачивались Но на стол к императору Они не поступали бы сразу Но и эти отнюдь не радикальные идеи Были заблокированы К их обсуждению вернулись Когда ситуация в империи Вновь стала взрывоопасной Возможно, проект не получил развитие из-за субъективных причин В это время пост министра внутренних дел занял Михаил Лорис-Меликов Михаил Терилович готовил свой проект об устройстве России Он предложил Александру II создать при Государственном Совете народные комиссии Предполагалось создать финансово-административную комиссию В которые избирались бы представители Опять-таки на основе ограниченного избирательного права От территории России Которые могли бы заниматься проектированием Проектированием, как тогда предполагалось, нового законодательства В продолжении реформ уже состоявшихся Александр II готов был поддержать проект Главное для страны реформа чуть не свершилось Но мост между абсолютной монархией и конституционной был взорван Императора погубили народовольцы А проект Лорис-Меликова – новый самодержец В окружении царя была партия реформаторов Партия консерваторов Но так случилось, что наследник принадлежал все-таки ко второй партии Поэтому проект Лорис-Меликова он назвал поспешным и ужасным Своей резолюции Тем самым, ну вот еще одна попытка Ну я бы так сказал, осторожного шага по пути конституционных реформ была прервана С XIX веком Российская империя простилась в статусе абсолютной монархии Попытки установления конституционных порядков ни к чему не привели В ноябре 1904 года прошел Земский съезд Он завершился принятием довольно резкой резолюции Решиться на конституционные реформы В воспоминаниях Александра Александровича Кизиветтера Ну это был такой общественный и литературный деятель В его работе, ну в шутку было сказано Хотя вероятнее всего это отражение действительного положения вещей в тот момент было Он сказал, что на съезде акушерок было принято решение О невозможности принятия родов впредь до принятия конституции Что положение уже совершенно нетерпимым становится Несмотря на то, что разделение властей и первый представительный орган империи Государственная дума были практически рождены революцией В царском манифесте от 6 августа 1905 года Говорилось, что долгожданный парламент будет лишь законосовещательным органом После череды забастовок и протестов Николай II был вынужден подписать еще один манифест 17 октября Согласно этому документу Госдума получила право на законотворчество Манифест, он вводил основы конституционного правопорядка Он провозглашал незыблемость некоторых прав граждан Общепризнанных к тому моменту в большинстве государств Ну по крайней мере передовых Европы и некоторых государств мира То есть это и свобода печати, свобода вероисповедания, свобода слова То есть это, конечно, прорывные были акты совершенно Потому что, ну в целом перспектива перерастания в конституционную монархию самодержавия на основе актов она зримо просматривалась Местом для дискуссий депутатов стал Таврический дворец Интерес к работе законодателей в обществе был огромен Посетители могли наблюдать за работой парламентариев из специальных лож Попасть туда можно было по именному билету Судьба Госдумы была сложной Ее распускали и избирали Третий и четвертый созыв парламента довольно успешно сотрудничал с царским правительством А оппозиционный пятый практически привел к падению империи и отречению Николая II от престола При юридическом существовании Конституции К сожалению, в правосознании, как отмечалось, ну прежде всего тех лиц, от которых зависела реализация конституционных положений Она, как принято сегодня говорить, не заработала В феврале 1917 года на базе Госдумы было создано Временное правительство Оно действовало до созыва Всероссийского учредительного собрания Которому и предстояло определить дальнейшее государственное устройство России Но еще до выборов в учредительное собрание и его созыва Временное правительство было не изложено большевиками Учредительное собрание не поддержало легализацию советской власти и его основополагающий акт Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа Буржуазное учредительное собрание было распущено, а кресло депутатов в Таврическом Заняли представители революционных трудящихся масс Третий Всероссийский съезд советов Его представители приняли декларацию Первый конституционный акт советского государства И сформировали комиссию для разработки своего основного закона Почему в это время появились конституции, здесь как раз понятно Потому что иначе это бандитизм Это массовое убийство друг друга И процесс, который невозможно остановить Ситуация, когда старого закона уже нет, а нового еще нет Она самая страшная Ее отличал такой выраженный классовый характер То есть там говорилось о подавлении паразитических классов Там говорилось о диктатуре пролетариата Говорилось о всемирной пролетарской революции Как цели советского государства То есть эта конституция, она была достаточно насыщена Такими идеологическими вещами Ну, не характерными, наверное, для законотворческого акта Конституция 1918 года утвердила отмену частного права на землю Одним гражданам нового государства Главный закон давал ряд прав и свобод Других же делал вовсе бесправными Главные принципы основного закона 1918 года Легли в основу и первой союзной конституции Она была принята в 1924 году Этот акт состоял из двух разделов Декларации и Договора об образовании СССР Конституция 1924 года По сравнению с Конституцией РССР, например, 1918 года В значительной степени, ну, снизила накал Такой политизации, что ли, идеологизации В середине 30-х годов социализм в СССР был построен А значит, необходим был и новый основной закон Проект новой Конституции обсуждала вся страна Жители СССР направили комиссии около 150 тысяч предложений От вполне разумных до фантастических Ведь очень много предложений было В переименовании Москвы в этой Конституции Предлагали Москву Сталинополем назвать Власть выдержку определенную сохранила И такой деловой, сухой Конституционный акт все-таки по итогу появился 5 декабря, день принятия новой Конституции Стал всенародным праздником Основной закон наделил уже всех граждан страны Избирательным правом, а также правом на труд и отдых Гарантировал неприкосновенность жилища и переписки Ведь права провозглашались Ну, представьте, в тот период провозглашалась И свобода слова, и свобода печати, и так далее Но с оговоркой для трудящихся Если ты за советскую власть, то да, можешь всем этим пользоваться Против, да, Конституция этого как бы и не предусматривает Последнюю Советскую Конституцию приняли в 1977 году При Леониде Брежневе Текст основного закона стал короче более чем на 100 статей В новой Конституции закрепили права на охрану здоровья, жилища Пользование достижениями культуры и свободу творчества Правда, в одном пункте Брежневская Конституция все-таки вызвала недовольство народа День Конституции переехал в календаре с декабря на октябрь И лишил советских людей отдыха В 1977 году ее приняли таким образом И объявили, получается, а впредь 7 октября Но в этом году, мы только что приняли, 7 октября прошло На следующий год или 7 октября пришлось на субботу А еще через год на воскресенье А правило о переносе, оно в тот момент не действовало У советского народа пропало три выходных дня Но праздничный день не главное, что связано с Конституцией Основной закон, по которому россияне живут уже 23 года Как и первый Конституционный акт Российской империи и Советской Конституции Отражает особенности существующего государственного устройства И политические устремления своей эпохи Ведь любая Конституция задает цель или планку, которой стремится общество Юридически закрепляет не только обязанности, но и права и свободы граждан Сегодня любой житель России может обратиться в Конституционный суд Если считает, что гарантированные ему основным законом права нарушены И это позволяет обеспечить баланс интересов государства, общества и каждого отдельного человека Субтитры создавал DimaTorzok